Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео, как мучное убивает сердце. Два пути, как можно все исправить, пока еще не поздно. Два главных врага сердца. Что важно знать о витамине Е? Это главный витамин для сердца. Что еще? Термообработка и окисление разрушают витамин Е почти так же, как и витамин С. Помимо дефицита витамина Е есть и другая главная причина для разрушения сердца. И о ней я тоже сегодня расскажу. Итак, витамин Е помогает лучшему усвоению кислорода. Это еще и антиоксидантная защита. Витамин Е регулирует кровяное давление, снижает риск мерцательной аритмии, стенокардии, инсульта, инфаркта. Он поддерживает нормальный ритм сердца. Если у вас недостаток витамина Е, то может быть вот что. Без должного количества витамина Е в большей степени и быстрее воспаляются внутренние оболочки коронарной артерии, питающие кровью само сердце и других стенок прочих артерий нашего организма. Вначале происходит активное окисление и вслед за этим повреждение артерий. Далее холестерин и кальций заделывают эти повреждения. Так образуются бляшки и тромбы. Далее развивается атеросклероз, сужаются просветы артерий, повышается артериальное давление, возникает ишемия и далее инсульты или инфаркты. Без витамина Е как бы сводят сердце. Это такой яркий показатель дефицита витамина Е. Итак, витамин Е это мощный антиоксидант, который защищает артерии, в том числе и особенно коронарные, от воспалений и повреждений. Витамин Е разжижает кровь и предотвращает образование тромбов. Помните, жиры не опасны для сердечно-сосудистой системы, а опасны и нарушают жировой обмен быстрые углеводы, то есть сахара, глюкоза, фруктоза, сахароза, причем любые сахара. Но об этом, впрочем, у меня было много видео на моем канале, поясняющих биохимию данных процессов, ссылки я дам. Больше всего витамины Е находятся в зародыше пшеницы и в органовом масле. В муке, хлебе, внимание, нет вовсе. Скоро я расширю список и поясню, где еще витамин Е присутствует в больших количествах и как восполнить дефицит витамина Е. Сахара и крахмалы вредны. Кроме резистентных крахмалов, во всех продуктах переработки злаков и орехов витамин Е есть только номинально, по бумаге. Так как при перетираниях, при сушке и жарке, а это все крекеры, урбичи, печенье, макароны, вафли, хлеб и другие изделия из муки, происходит разрушение витамина Е в результате двойного окисления. И вы не только не получите этот витамин с данной пищей, но получите истощение его запаса в организме, так как часть его тратится на компенсацию процессов окисления и прочие процессы при потреблении термообработанной пищи. Вывод и факт. Чем больше человек ест мучного и жареного, тем значительнее у него дефицит витамина Е, и тем выше у него риск умереть от сердечной недостаточности, инсульта, инфаркта. И это просто факт. Другой вопрос, получает ли он, данный человек, компенсацию по получению витамина Е из другой пищи, например, свежевыжатых масел и других продуктов. Сейчас разберемся. Видео, которые прояснят вам эти проблемы, я дам по ссылкам под этим видео. Не менее разрушительный фактор для сердца это стрессы. Стресс особенно хронический, но стресс плюс дефицит витамина Е во много крат опаснее. При дефиците витамина Е сердце как бы сводит. Возникает боль, тяжесть в груди. Недостаток витамина Е снижает КПД переноса эритроцитами кислорода и усвоение кислорода в тканях. Особенно важна для нас гамма-модификация витамина Е. А хотите, я сделаю короткое видео о советах, если есть вот такая тяжесть, боль, скованность в груди при стрессах, особенно когда это возникает. И ведь не обязательно сердце будет болеть сразу, это происходит постепенно. И у молодых людей сейчас есть такие проблемы. Когда сердце как бы сводит после стресса, тяжело дышать, может у кого-то нет видимых проблем пока, но после стрессов что-то беспокоит в области сердца. Так вот, как убрать вредные и накопительные последствия таких негативных воздействий на наше сердце после стрессов, как быстро не просто снять стресс, а убрать последствия негативные для нашей сердечно-сосудистой системы? Если вы хотите, чтобы я снял такое видео, напишите под этим видео об этом. Если хотя бы 3000 комментариев с просьбой снять такое видео наберется, я это сделаю обязательно. Для вас написать несколько секунд, а для меня это важная обратная связь, чтобы моя работа была не напрасна. Ну а теперь посмотрите таблицы по содержанию витамина Е в тех или иных продуктах на 100 грамм этих продуктов. Некоторые люди думают, что в животной пище витаминов всех больше. Так вот, на самом деле это не так. Я во многих своих лекциях это доказал. Нет исключения здесь и по витамину Е. Давайте посмотрим. Например, в молоке 0,06 миллиграмма на 100 грамм продуктов. Всего лишь. В тех же помидорах 0,3. То есть во много раз больше. К примеру, в мясе кур от 0,13 до 0,20. Тогда как в бананах 0,45, в моркови 0,6. В сливочном масле 1,57 миллиграмма на 100 грамм продуктов. А в зеленом горошке 3,6. Во все и какао 3. В сельдерее 2,5. В мясе, особенно жирных видов рыб, конечно больше. Например, в мясе макрели 31 миллиграмм. В мясе камбалы 25. Но в миндале 26. А в семечках подсолнуха 35. В печени макрели 43. В мясе трески от 25 до 60. Ну а в печени трески около 60. И это рекордсмен по содержанию витамина Е в животных продуктах. Но, например, в миндальном масле до 40 миллиграмм. В подсолнечном до 55. Ну а в масле зародышей пшеницы до 215 миллиграмм на 100 грамм продукта. Это так, что называется для примера и для статистики. В оливковом масле 25-50 в зависимости от того, где росло, как собиралось и отжималось данное масло. Но есть один уникальный продукт. Это органы. А именно органовое масло содержит до 100 миллиграмм на 100 грамм продукта. Витамина Е в уникальной форме. В форме гамма-токоферола. А эта форма витамина Е не просто редкая и ценная чем-то, а является вообще самым сильным антиоксидантом, защищающим в том числе от рака. Оно обладает огромным противоопухолевым действием. Кстати, в этой связи, если будет вам интересно, посмотрите вот эти видео с моим коллегой доктором Хусейном. Он марокканец. Он профессор, знает много языков. Кстати, его дядя прожил 120 лет. Что рассказывал профессор Хусейн в данной тематике? Так это то, что вот берберы, племя такое в Марокко, они с покон века земледельцы. То есть, понятно, что жили люди на земле. И вот часть этого племени проживала в тех местах, где произрастали органовые леса. Их, кстати, очень мало. И они не приживаются в искусственной среде. То есть, их невозможно пересадить где-то на новых почвах, чтобы они росли. Кстати, вот такой интересный феномен есть. Но главное вот что. Те берберы, которые не проживают в данных областях, и которые проживают, отличаются между собой только одним. У них все одинаково. Земледелий, образ жизни, уклад. Ну, был, по крайней мере, раньше. Но одни потребляли с рождения, буквально давали детям. Вот он прям рассказывает с рождения, с чайной ложечки. Органовое масло. Каждый день, постоянно. И вы знаете, что интересно? Может быть, конечно, причина и в другом в чем-то. Но мы проанализировали, других факторов нет. Разницы в образе жизни, питании нет. А есть только в потреблении органового масла. У одних ноль, у других с рождения. Так вот, те, кто потреблял органовое масло с рождения, у них продолжительность жизни была выше на 20-30 лет по отношению к другой части этого народа, которые не потребляли органовое масло. Ну что ж, теперь, по крайней мере, понятно почему. Помимо высокого содержания витамина Е в гамма-модификации, органовое масло полезно много чем еще. И, конечно же, скажу, поскольку будут вопросы, да и, естественно, нужно об этом сказать, что, безусловно, с профессором Хусейном мы многие годы сотрудничаем. И на нашем сайте nadgard.ru вы можете приобрести действительно лучшее в мире, потому как лучшее в Марокко, а значит и в мире, органовое масло от профессора Хусейна. Вы можете быть абсолютно уверены в педантичности, в скрупулезности подхода к производству органов. Об этом, опять-таки, вот это видео посмотрите, и вы будете понимать, как это происходит, действительно, какого уровня эти продукты. Их вы можете приобрести только у нас на нашем сайте nadgard.ru. Да, свои продукты и товары мы отправляем в любые страны мира. Имейте это в виду. А на территории Украины у нас есть представительство. Сайт называется «Лавка Фролова в Киеве». Ну, естественно, доставка по всей Украине. А с Украины в любые близлежащие страны. Основной же наш сайт, с которого вы можете заказать наш товар в любую точку страны и мира. Это этот nadgard.ru. Если вы не можете заказывать или не хотите по какой-то причине на нашу, минимально возможную на нашем сайте единую разовую сумму закупки от 10 тысяч рублей, пожалуйста, вашему вниманию, другой сайт nadgard.su, то есть Soviet Union. Там вы можете заказать от любой суммы или есть несколько точек розничных в Москве. Все на том сайте найдете. Один момент, дорогие товарищи. Небольшая реклама от меня. Но реклама чего? Оздоровительной программы курса от моего товарища Евгения, которого многие знают как Джона Коннора. У меня нет времени на консультации всех желающих, на индивидуальные консультации, хотя я их еще провожу. А вот курс и программа, созданная Евгением, это то, на что у меня так и не дошли руки. И, видимо, уже не дойдут. Из-за колоссальной моей загруженности. И потому я очень рад тому, что он все же сделал эту работу, о которой мне давно говорил, сделал эту работу за меня, взялся и создал эту комплексную программу по очищению организма. Часть мер взяты из моих курсов и программ. Часть из методик биохимика и врача Марвы Горшакова-Наганян. Часть иных и личных наработок. Данный же курс помогает надежно, мягко и в правильной последовательности избавиться от лишнего веса, у кого он есть, от отеков, паразитов, грибков и большинства болезней. Посмотрите мое интервью с ним на эту тему и его личное видео, знакомящее вас с этим курсом и методом. Или сразу переходите на страничку курса, кого заинтересовал данный курс. Все это, о чем я только что вам сказал, будет по ссылке в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Очень рекомендую вам посмотреть, пройти по ссылке. И надеюсь, что вы не пожалеете. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомление о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.